Вопросы, что я думаю по поводу подвозящего транспорта Пулково? Мы знаем, что поток аэропорта Пулково стремительно растет, бывает на 20-30% в год. И что в ближайшее время, и нет никаких сомнений, что он будет уже достигнут, суммарный пассажиропоток там составит 17 миллионов пассажиров, там через Пулково будет проходить. В год? Да, в год. Это значит порядка полутора миллионов человек в месяц. Вот. Поэтому сейчас появилось и давно появлялось большое количество всевозможных проектов, и странных и не очень странных, которые связаны с тем, что надо бы нам в Пулково какой-то скоростной транспорт подвозящий. Потому что, несмотря на то, что у нас беспрецедентно близко находится в центре города аэропорт, тем не менее, проблема там стоит достаточно остро. Вот. Это наличие общественного транспорта. Существует определенного рода три проекта, которые между собой конкурировали, конкурировали, и вот сейчас уже, как они называются, выконкурировали. Да. Первый проект – это так называемый ЛРТ, по большому счету это трамвай, который тоже существовал в двух разновидностях. Второй проект, который существует – это так называемый АЭРЭспресс, по образу московских. Просто электричка, которая прямо из Пулково, из терминала приходит на Балтийский вокзал. И третий проект, которым сейчас занялась администрация Полтавченко, он состоит в том, что мы строим метро. Проект, который предлагается в настоящий момент обсуждать или не обсуждать – это то, что поднимается станция метро по проспекту Ветеранов до Ульянки. Потом она делает там зигзаг и приходит в Пулково. Значит, я подробнее о нем скажу несколько позже. В общем-то, проектом ЛРТ, так называемым, или наземного АЭРЭспресса, отнести серьезно очень тяжело. Почему? По какой причине? Ну, потому что ЛРТ, он, значит, может двумя способами там идти. По Пулковскому шоссе. Это означает, что мы сужаем очень сильно проезжую часть, которую занимает на следующий момент автомобильный транспорт. Например, и каким-то образом пытаемся решить проблему прохождения этого транспорта через карты или порт-карты, через железную дорогу, которая там рядом существует. Вот. Это проблема. Если он идет через Купчино. Ой, извините, ЛСТ это что? ЛРТ. А? ЛРТ. Легкорельсовый транспорт называется. Что это такое? Это штука, которая побольше нашего трамвая обычно считается. Пошире в смысле, да? Не пошире. Побольше. Подлиннее обычно. Вот. Она такая вот вещь. Ну, меньше свободных метро. Вот. Такая штука. У нас часто называют наш трамвай ЛРТ. Но ЛРТ его трудно сказать прям. В нем очень мало от легкорельсового транспорта. У нас ЛВС в снаряженном состоянии 50 тонн весит. Это никакой себе не легкий рельсовый транспорт. Это нечто сравнимое с танком. Это надо понимать. И вот два проекта. Что он из Пулкова идет. Один выходит, едет, идет Покупчино. И дальше каким-то образом прибывает в центр города. А второй у него проект, который состоит. Это в том, что он тоже маневрирует. Обходит дело Полинсовета. И после этого движется по Московскому проспекту. После этого движется по Лиговскому проспекту. Потом опять устанавливают рамвайные пути. И его путешествие заканчивается на площади Восстания напротив Московского вызова. Этот проект не является нисколько интересным. По той самой простой причине, что примерно 40 светофоров нас ограничивают. Московский вокзал и Пулково. Всех надо из них постоять. Куча остановок. Куча народу садится по краям. Скорость в этом потоке чрезвычайно низка. Ориентировочно он будет идти порядка полутора часов. И поэтому это не проект. Это просто так ерунда. Вообще стоит заметить, что у нас очень часто появляются разговоры. О ЛРТ или каком-то скоростном рейсовом транспорте. Об этом мы тоже будем говорить. Но надо понимать, что это просто такой эфемизм. Когда чиновник понимает, что строится новый район. Что транспортные проблемы его решать нужно. Чиновник это понимает. Но он одновременно понимает, что решать эти проблемы он не будет. Тогда он говорит, мы построим вам трамвай. То есть сказать об ЛРТ или о скоростном трамвае. Это способ сказать чиновникам, что я знаю, что проблемы надо решать. Но решать их не буду. Это вот такой фокус. Поэтому у нас эти проекты ЛРТ, точнее слова чиновников об ЛРТ. Практически о каждой территории комплексной застройки. В частности, вот об Южном опять мы говорим. Это который по Киевскому шоссе отполнивается. Большой город спутник. И у Зенгаревича. То есть или он там собирается строить. Вот. И там тоже идет речь. Поэтому этот проект он такой вот странный. И раз. И во-вторых, почему мы не говорили о ЛРТ. Мы знаем, что позорно проводился надземный экспресс. Вот. Но деньги, которые были потрачены на его разработку, все возможные согласования. Некоторые говорят, что это было аж чуть ли не миллиард рублей было потрачено. О них надо каким-то образом отсчитываться. Поэтому, как бы, стратегия чиновников по этому отбою от этого, чтобы они не проявили этот миллиард рублей потраченным. Какие-нибудь еще. Говорит, что мы все равно занимаемся разработкой надземного экспресса. Но теперь уже в другом варианте. А за это время, пока мы будем разрабатывать, либо я умру, либо Ишак, либо Султан. Да. И они все поувольнялись, по большому счету. А мы все еще живем эту песку. Они скрываются только одно. Все эти разговоры. Они скрываются за тем, что не принести ответственность за право лившись надземный экспресс. Ты говоришь? Слушай, а можно профанное вопрос? Да. Я вот слышал эту мансу про все эти электронные экспрессы, скоростные трамваи, которые будут по таким маршрутам бегать. Но мне казалось, что речь шла о том, что их должны пустить поезд в стакан. То есть для них строится эстакада. И, по идее, он свищет без остановок. Это вначале. Ну и с остановками, конечно. Но вот у нас вначале, вот прямо здесь у меня под окнами, вот вместо газона, который можно увидеть, прямо у меня должна была идти такая эстакада не новая, не третья, а третьего этажа. А под газоном теплоцентраль проходит. Да. Должен был свистеть вот этот надземный экспресс со страшной скоростью аж 33 км. А кроме казнократства есть какие-то причины технологические вот эти эстакады не строить? Ну, есть целый набор причин технологических, почему они не строены. Ну, во-первых, они у нас здесь по этому проекту проходили слишком близко к домам, ко многим. И на это была ситуация нарушена. Во-вторых, была ситуация простой экономической целесообразности. Ну, потому что пассажиропоток, там, например, по этому проекту, существенно был только в одном месте. Вот именно вот от нас, где-то от Пархазана Германа до проспекта Ветеранов. Но в всех остальных местах он не дотягивал даже до пассажиропотока необходимое травое опаснее. То есть 5 тысяч человек в час. И очень сильно не дотягивало. То есть из 22-х километров, ой, из 20-ти километров этой трассы всего лишь навсего на 4-х, вот у нас, и там и на Дунайском, наверное, проспекте, там еще километра три, там не больше, пассажиропоток соответствовал, значит, трамваю или больше. А на остальном участке, на большинстве, то есть 70%, пассажиропоток был близок к нулю. Да, даже вот это был проект от строения Константиновского дворца, да. Не, ну просто можно же вот этот весь поток в Пулково и из Пулково туда вот такую штуку поставить, и пусть она дотягивается либо до Московской, либо до ветеранов этой ветки. Да, в том числе такая вещь тоже, это вопрос обсуждался именно об эстакаде. В основном, эстакад будет идти по эстакаде. Ну спрашивает Сергея, каким образом. Каким образом ты засунешь эту эстакаду на Московский проспект? Не засунешь. Не, ну ее можно до площади довести, где стамеска стоит. Да. А там они уже… Пока есть дух. Стамеска вообще на площади Восстания называется. Нет. В моем мире то, что на площади Восстания называется «Мечта импотента», а стамеска, она стоит вот там, на Московском. Ну, в общем, там много количества, я об этом даже и писал, и это опубликовалось, и рассказывалось. Очень много там было всевозможных проблем. И этот проект настоящий момент, который был про всех ветеранов, он отменял. Предлагается вот такую же штуку сделать по Пуковскому шоссе и дотягиваться действительно до метрода какой-то. Потом вот в форме именно эстакада ЛРТ. Вот. Но, значит, тоже в этом есть определенный резон, то есть есть сопротивление, зачем это нужно. Теперь второй вариант. Ой нет, можно остановиться на этом. Что, докуда дотянуть от аэродрома до… Полагается, что до центра города. До Московской? Нет. В смысле, из стакана. Нет, до центра города. Вообще, так говоря, полагается, до центра города. Всего говорим… Нет, до центра города это абсурд. Понятно. А более реально? Более реально, по большому счету, вопрос такой не рассматривался. Это до какой-то станции метро. Ну вот там, вот около музея блокады там… Да, я понимаю. Я понимаю. Нет, дальше получается метро. Там дальше. Ну дальше там пройдут люди пешочком. Да вот это нехорошо. Ты с чемоданами, тебе еще километр фигачит. Кстати, надо заметить, что Игорь же был активным общественным деятелем. Даже, по-моему, руководителем организации, которая упала против строительства метро. Да. Это был наземный секунд. Ну это… Я просто не об этом… Чтобы не возвращаться к этому проекту уже… Ты даже на телевидении же выступал, поэтому… Многократно. Да. И это… А вы там… Как… Перед депутатами? Да, я тоже выступал. В Мариинском дворце. Нет, я просто не хочу к этому делу возвращаться. Понимаете, у меня как бы тема вот она узкая – транспорт в Пулково. Мы попытаемся постараться понять. Для этого просто… Ну то есть, первый вариант, я понял с Ваших слов, что это фактически не вариант, а это просто набор слов. Да. С технической, с экономической точки зрения. Способ выйти от ответственности за распил миллиарда на надземном экспрессе. То есть, тот, который планировался с запада на восток, да? Да. То есть, от Константиновского до Абухова, да? Да, 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 да. Ну понятно. Вот что, вот этот мир в ответственности, мы говорим, а мы в городе сказали некоторые слова, а мы будем устроить его там, в другом месте. Дайте нам еще подойдет дело финансирования, ну миллиарда уже будет слишком много, хотя бы миллиончиков сто. Мы по нему проведем рискательские работы, а потом проект обменим. А за это время Султан умрет, Ишак умрет, и я тоже умрет. Да у него здоровье вообще, дай Бог каждому. У кого? Ну, у Султана. У Султана? Он не скоро умрет, зря не умрет. Давайте это, ну, так сказать, ну, идем более. Его заблудит, в крайнем случае. Второй, значит, этот проект, который существует и который, по большому счету, мне больше нравится, чем первый, потому что очень дешевый. От платформы аэропорта, так называемый, строишься всего несколько километров железного пути, эстакады, и у тебя электричка приходит прямо на терминал, строящийся в Пулково, вот этот новый, и вот так приходит. Это полная аналогия московских проектов. После этого, кстати, что электричка… Это то, что там на Балтийский, да? Да, и на Балтийский вокзал она приходит. Здесь преимуществ больше, во-первых, он очень дешевый получается, потому что несколько километров поставить и переоборудовать входную группу на Балтийском вокзале, по большому счету. Но здесь есть определенного рода тонкости всякие. Определенного рода тонкости, во-первых, у тебя электричка прибывает на Балтийский вокзал. Это означает, что у тебя практически полгорода остается за ней, да? То есть они в южных районах города расположены, а она прибывает практически в центре. Плюс еще, конечно, под это… Ну что? Я не понял, что прибывает на Балтийский вокзал? Да. До севера города не доходят? Нет, наоборот, потому что она проходит весь юг. Так есть же остановки, у нее четыре остановки есть. Вы знаете, опыт ее привоза с багажом, что остановок нет. В московской, например, из Домодедова она идет без остановок. И во Внуково идет, я тоже у меня однократно ездил, тоже идет без остановок, больше часа. У них там далеко. У нас здесь это дело будет 15 минут. Нет, ну, я, честно говоря, не очень вижу проблем. Потому что, ну хорошо, люди немножко дальше уехали, чем нам надо. Да. Так они сядут в метро и быстро вернутся. Да, 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 да. То есть этот вид транспорта не является самостоятельным. А, ну да. То есть он является подвозящим. Ну и стоимость, наверное, тоже будет дорогой, как в Москве. Нет. Да, вот эта опасность не в том, что он сам по себе долог. А в том, что они, вот в Москве, почему он низко востребован? А у них цена 350 рублей. Нам недорого, на самом деле. Там иногда, пока эти существовали наши псевдодискаунтеры, там слетать иногда было можно за 500, плюс транспортный налог. А потом тебе 350 рублей до оттуда, до центра. Ну да. Но оно хотя бы гарантированно довозило. Гарантированно довозило, может быть, может, да. Вот. Здесь тоже, на самом деле, проект неплохой. Я о нем тоже потом поговорю. Проект неплохой, явно лучше, чем проект трамвая, и самое главное он жизнеспособный. Но у него проблема состоит, что этот транспорт получается служебным. Он не интегрирован в общую сеть. Ты приехал на Балтийский вокзал, спустился в метро, и с хорошим прилагом построил второй выход с Балтийского вокзала, чтобы там пробки не было. И куда ты там поехал опять на метро. То есть он носит служебный характер по отношению к метрополитену. Она связывает станцию метрополитена с ВАК, с этим уже всякой штукой. Теперь, значит, проект, о котором теперь говорят много о Полтавченко. Это, значит, следующий проект. Он состоит, что от проспекта ветеранов поезд идет до железнодорожной станции «Ульянка». В этой станции «Ульянка» можно пересадку на электричку свершить. После этого делается зигзаг, он приходит в Пулково. Представляете себе, да? Ну, не очень, да. Ну, понятно. Это раз. Цена его необычайно высока. Говорят, о 20 миллиардах рублей плюс. Кое-где идет всевозможного рода оговорки. Оговорки состоят в следующем. Что когда «Газпром» строил так называемый «Газпром-экспор» на углу Киевского и Петербургского шоссе по дороге на Пушкин, уже почти построил, ему обещали какую-то скоростную связь с городом. И вы, пожалуйста, теперь «Газпромом» обязательно наполните. А скоростной связи-то нет. Поэтому существует следующая опасность, что цена его велика настолько, что туда ветка пойдет по земле. Откуда такая бешеная фантастическая стоимость от проспекта ветеранов до 80 миллиардов? Что она доходит до туда, примерно до магазина Метрики. А может быть и дальше. Представляете себе, да, тоже? Еще раз, где «Газпром»? Что за дом? «Газпром-экспо» Это что за дом? «Газпром-экспо» это выставочный центр. А где он? Он находится возле обсерватории на углу Санкт-Петербургского шоссе над Пушкин и Киевского шоссе. То есть строят сейчас там, да? Да, уже почти построили. То есть на месте от деревни Пулково, да? Ну, примерно там, да. То есть вот такая ситуация. Что мы имеем в этом случае? То есть они хотят, значит, от проспекта ветеранов довести до Пулковской горы, да? Да, отсюда такая сумасшедшая стоимость. 10 километров получается? Да. Отсюда большая стоимость такая. А сколько стоимость заявлены? Ну, они говорят 80 миллиардов плюс. А они это кто? Враги? Это чиновники в интервью газетам. Считается, что такую сумму, по подтверждению некоторых журналистов, наши просят у Минтранса на подготовку к чемпионату мира. Вот именно вот на этот участок. Вот. Это сумма фантастическая. В чем ее главная проблема состоит? Ее главная проблема, что станция метро не резиновая. Если мы ставим станцию там, где она у них планируется, где-то на Пулковском шоссе, как они про это говорят, мы получаем весь пассажиропоток с Пушкина. Мы получаем весь пассажиропоток с Гатчином. И все это получаем опять на эту самую ветку. На первую ветку, да? Да. Она и так уже забита. Мы знаем, что у нас есть рекорд, что проспект Ветеранов является еще не самой загруженной станцией в Евобе. Рекорд Советского Союза, по крайней мере. Ну, Евоба уже, да. Евоба уже, да. Вот самый загруженный. И вот на эту станцию, раньше, когда иногда выстраивается очередь на то, чтобы право туда попасть, туда прибывает еще обслуженный жилой район, еще с ним 300 тысяч человек. Плюс еще несчастные несколько тысяч человек из аэропорта. И вот все это прибывает, и это сделает. Это очень напоминает уплотнительную застройку. Когда у тебя есть уже готовая станция метро, и ты к ней вешаешься. Плюс непонятно, что это должна ходить таким зигзагом. Ведь улянку-улянку, и потом надо ехать на Запад, потом на проспект Ветеранов обратно, и так далее. Это вот серьезная, серьезная, является проблемой и единственным возрождением. Ну, плюс еще фантастическая стоимость. А кто вообще является автором этой идеи? Непонятно. Непонятно, кто им является. В принципе, делать вот этот зигзаг на ульянку, я что-то никак не могу. Просто это ближайшее дело в том, что сейчас нам сложно без карты говорить все. Чтобы кто слушает, знали, что это речь идет вообще о Санкт-Петербурге. Потому что речь идет о том, что самое ближайшее, если по географии посмотреть вот так просто циркулем от аэродрома, и значит провести, то ближайшее будет это вот, значит, проспект Ветеранов. Станция, как бы. Метро, да. А к Ульянке-то зачем? Через Ульянку, от ветеранов на восток. Чтобы перегон был не очень большой, это раз. Он и так, в некоторых местах будет снижаться на перемешать очень сильно. Но для того, чтобы раскрутить проспект Ветеранов станции метро, часть народа бы ездила через Ульянку. А, типа часть народа туда? Типа мы заботимся не только о гостях. Там ничего не будет. То есть, если вообще речь идет о том, что эту станцию совместят с платформой или там выведят на корзуна, то, значит, это никакой пассажиропоток там, ну, абсолютно все это ничего не имеет смысла. Главная нагрузка в том, что вот этот пассажиропоток с юга, вот непосредственно с Пушкина, с Московского, ой, с Киевского шоссе, если пересядет на эту первую ветку, то это будет очень ненадежная ситуация. То есть, любое падение гвоздя на рельсы, оно, значит, приведет к тому, что, ну, порядка миллиона человек становится заблокированным. То есть, по численности. Очень, очень. То есть, это очень напоминает упоминительную заслуги. Да. То есть, мы строим вот этот самый проект, вот такой делает, который, по большому счету, мы на так, на самую длинную, самую загруженную ветку метрополитена и самую древнюю Петербурга, да, вешаем еще дополнительный поток. И Пулково, и кого-либо еще. Причем значительный поток. Да, если еще станции метрополитена просто хочется только Пулково, то это еще можно потерпеть. Хотя я не думаю, что гостям города, которые будут уезжать, например, на метро из аэропорта в восемнадцатом году, стоит показывать станцию метро проспект ветеранов. То есть, это там не те рекорды, которым стоит гордиться, ни в коем случае. То есть, вот это, вы представляете, да, час пик, когда просто идет, бывает электричка, вся платформа заполняется, вот коровкающаяся вверх по лестнике народом, вот полностью вот такая вот эта. Это картинка ужасающая. Час пик очень часто здесь будут очень неудобные минуты. Но, по крайней мере, по крайней мере, что здесь хорошо? Тем, что Пулково интегрируется в нашу главную систему внеуличного скоростного транспорта. Не ставится какая-то подхватка, перевозка, докидка и вот всякая вот такая. Вот она интегрируется. То есть, они вот это делают. То есть, о чем я хочу сказать. Потому что, этому, то, что я сейчас говорю, я могу предложить два различного рода решений. Первое решение, в смысле СБАНа в Петербурге, это его идеология, про которую я уже рассказывал. Извините, Игорь, то есть, Вы назвали два варианта, да? Я назвал три. А, три, в смысле? Один по Балтийской дороге, другой по Москва. И третий через проспект Ветеранов, да? Три варианта, да? Три варианта, да. А, ну, яс. И кто автор этих вариантов неизвестно, да? Да, конечно, не говорится. Анонимно чиновник, да. Странно вообще. Ну, раньше Матвиенко когда говорила, и говорили, не будем им устроить метро в полку. Она говорила, а фантастика какая-то, говорит, не ко мне фантастика. Потом Матвиенко ушла, появился полтавщик и оказалось, что фантастика это к нему. И вот сейчас говорят, что мы построим. Ну, я просто хочу сказать, что идеология, она системно не решает эту проблему. Она просто делает какого-то рода дополнительные две станции ставится, и даже три. Проблема загоняется в тупик таким же образом этими способами решения. Да, да, да. Есть глобальное, которое я расскажу позже уже, решение. Хотя это стоит денег по 100 миллиардами. Но есть очень простое. Если мы взялись действительно заниматься подобного рода вещами, действительно, мы решились провести метро в Пулково, то я могу предложить от себя другой маршрут совершенно. строить самостоятельную линию метрополитена длиной пять с половиной километров, которая будет идти от Пулково через платформу дачное железнодорожное и на Ленинский проспект. Это практически прямая. Она будет короче, чем в случае с этой сулянкой. Раз. Во-вторых, наверху, после этого, когда мы захотим ее продлевать куда-то более дальнее расстояние, у нас окажется ситуация такова, что мы можем использовать принципиально иной состав, более комфортабельный, по крайней мере, две остановки. И плюс, поскольку станет будет пять с небольшим километров, за шесть минут ты будешь уже находиться на станции метро Ленинский проспект. Вот этот простой способ я хочу предложить. Просто я предлагаю, если мы находимся в парадигме строительства метро Пулково, предлагаю просто другое принципиальное решение. Не продлевать эту линию. Во-первых, я считаю, что это невозможно. Поскольку станция метро Проспект Ветеранов, она низкого, мелкого заложения очень сильная. И там все строено домами, непонятно, как ее будем продлевать. А здесь ведь идет там стоять на линии. Да, но она выходит к Ленинскому проспекту, и там есть переход? Да, это будет переход. Ну так это тот же поток вольется на эту же первую ветку. Здесь с этим ничего не сделать. Но я предлагаю, собственно, другое решение по всему этому. Если мы еще раз богатеем на миллиардов 15-20, а 5 километров, по большому счету, вот эти от Пулково стоят, 20 миллиардов рублей стоят. А поезды там как, челночные будут ходить, что ли? Почему челночные? А куда дальше? А нет, тут дальше есть путь развития. У нее давно есть старая мечта всех горожан, это сделать проект буквой Г, и направить ее либо к Парку Победы, либо к станции метро Московская. Насчет мечты всех горожан, это не стоит так сдать? По кругу? Не по кругу, вдоль Ленинского проспекта. Ты тыезжаешь до Ленинского проспекта, потом поезд делает две остановки. Первая остановка на станции метро Ленинский проспект, на станции электрический Ленинский проспект. Ага. И собирает там есть народ, который может. Вторая остановка делает на полности Конституции, представляете себе, да? Около Лиги Гератарова. И третья угревается в станцию метро Московскую, там тоже происходит пересадка. Таким образом, у нас пассажиропоток, который существует между Московским районом и Купчино, и Кировскими, и Красносельским, забирает вот эта самая станция, самая эта ветка. Стоит от 20 миллиардов, по большому счету. И ни о какой перегрузке уже нашей первой ветки, Кировской ветки, уже можно и не говорить. Тем не менее, вот это такое простое решение, которое я понимаю, что в своем кратчейшем варианте, но не присутствует сейчас недостатка, который существует с метрополитана с продлением ветки Черезулянку и Пулково. Тем не менее, оно мне кажется более адекватным. Я бы хотел людям, которые могут принимать какие-то решения, его предложить. То есть строить самостоятельную короткую ветку длиной 5 километров в 600 метров от станции метро Ленинский проспект до Пулково, через Дачное. Это простейшее предложение. Дальше я постоянно говорю о другом проекте, его постоянно рекламирую. Это проект Рера или Эсбана в Петербурге. Напомню, в чем он состоял в Кассе. Он состоял в том, что мы прокапываем небольшой туннель между Балтийским вокзалом и Финляндским вокзалом. И у вас электрички, которые идут, например, отсюда, они заходят в этот туннель, ну как это, в Берлине, в Париже, в других городах. И выходят там на Финляндском вокзале и дальше идут по путям исследования электричек. В результате мы, причем вот этого простых модификаций, мы увеличим количество станций метрополитена в городе очень дешево, за небольшой срок, в два раза. А сколько там копать? Шесть километров. Нет, ну не шесть, там, конечно, больше, потому что не собственных же из Балтийского и не собственных, да, Финляндского. Побольше, побольше. Вот так прямое расстояние шесть километров. Ну не более десяти километров. Потом я предлагаю копать вот здесь большой щит девятнадцатиметровый, который не знает куда деть. как вы сказали в свое время. Но не знаю, чем это кончилось. Копать одним щитом и делать там движение в одном в одном туннеле в двух направлениях для электричек. То есть, понимаешь, да? Там много есть преимуществ. Например, стоишь, выходишь на остановку, и не нужно идти на переход на какой-то, а ждешь просто электричку, пришедшую с другого направления, которое пойдет по другому направлению. Ну это точно как в Париже каком-нибудь, да? Да, да, да. Притом речь идет, что такую систему, которую надо сделать, эта система должна быть более привлекательной, чем наш метрополитен. Скорость, ну как в Париже. Там народ с метро пересаживается на эту систему, приезжает, потом присаживается опять в метро. Вот это такая вещь. Тогда аэроэкспресс у нас светает новыми красками. Он состоит в следующем, что когда-нибудь в будущем в Левашово действительно будет новый аэропорт. Ну будет, наверное, все-таки. Или где-то другой точек города. И ты садишься на аэроэкспресс, он едет, заезжает в этот туннель на Балтийском вокзале, дальше со всеми пересадками приезжает мимо центра, и дальше он выходит, идет мимо удельно и так далее по поверхности. И после этого заходит в свое Левашово. И там у него, скажем, другая остановка. В этом смысле, получается, за деньги, сравнивая по масштабу с 8 миллиардами рублей, которые предлагают только на небольшой участке метрополитена, мы получаем удвоение метро в городе и новую, совершенно прогрессивную, скоростную систему внеуличного транспорта. Вот об этом я постоянно рассказываю. Вот такой у меня спич по поводу проекта транспорта Пулково.